В эфире телеканала Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Екатерина Булычева. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Успехи мэра по продаже одесских пляжей торговля не прекращается даже зимой. Власть покрывает беззаконие. Несмотря на судебные решения, продолжается строительство магазинов в жилом доме на улице Марсельской. Круглый стол, посвященный борьбе с коррупцией, кроме общественника и оппозиционного депутата из Южного, никто не посетил. Приглашенные представители власти полностью проигнорировали неудобную для себя тему. Праздник Добра и Света. Община Немецкой Евангелической Лютеранской Церкви отмечает Рождество Христово. События последних нескольких дней, как на общегосударственном уровне, так и в Одессе широко обсуждаются политиками и рядовыми избирателями. Украина получила новое правительство, но, судя по всему, общий политический курс остается прежним. Не обещает ничего хорошего и политическая ситуация в нашем городе, где у руля остается ставленник партии регионов. Первое. Формирование нового состава кабинета министров. Как и предполагалось, наиболее вероятной кандидатурой на пост премьера был Николай Азаров. Его, верного члена своей бело-синей команды, президент оставил на месте. Своё мнение о перспективах нового правительства высказал народный депутат Украины, экс-мэр Одессы Эдуард Гурвиц. К новому правительству можно относиться по-разному, ведь никто, большинство этих людей в работе не видел, но само назначение премьер-министра Азарова кажется совершенно нелогичным, неправильным, неверным и в корне неверным. Поэтому рассчитывать на то, что новое правительство будет успешным, мне кажется, не приходится. Скандальное происшествие на Думской площади в день заседания сессии городского совета явилось объективным показателем неспособности команды нынешнего мэра и провластного депутатского большинства руководить городом. Конфликт, который можно было погасить в самом начале, они довели до силового противостояния. Ну, в Одессе беспрецедентный случай, когда мэрия забагодировалась от людей, когда газом травили людей, поливали на морозе холодной водой. То есть это показывает совершенно неадекватность одесской власти и думаю, что такая власть должна покинуть это здание. Малая война на Думской площади может стать прологом к серьезным столкновениям. Очевидно, здесь придется вмешиваться центральной власти. Как бы там ни было, случившийся еще один аргумент в пользу смены руководства города. Недавний штурм Одесской мэрии получил продолжение. Одесситы 25 декабря вышли под стены областного управления МВД с рядом требований, которые впоследствии были переданы правоохранителям. В первую очередь митингующие добивались наказания для виновников погрома возле здания городского совета. А точнее для представителей партии «Свобода», которые в числе прочих участвовали в беспорядках 21 декабря. Выдвигая это требование, митингующие почему-то забыли, что предприниматели составляли большую часть штурмующих орган местного самоуправления. Около 20 человек собрались возле центрального входа в областное управление МВД. Все они недовольны действиями милиции 21 декабря во время сессии горсовета. На маленьком митинге возле областного управления милиции присутствовало немало странных людей. Здесь и молодые члены общественной организации «Колокол». Поговаривают, что она подконтрольна Игорю Маркову. Здесь и городской персонаж по имени Валентин Дорошенко со своей командой почитателей Сталина. И все они требовали уголовного наказания свободовцам, участвовавшим в штурме горсовета. Один из организаторов акции на вопрос, зачем они продолжают разжигать межнациональную рознь, дал почти детский ответ. Мы возникаем как реакция, ведь первые выходят они, мы всегда защищаемся. Странная позиция и у власти. Один из лидеров антисвободовского движения не на камеру проговорился. 26 декабря под стенами облгосадминистрации пройдет антифашистский митинг, который организовывают чиновники. Получается, что вместо того, чтобы погасить конфликт, власть наоборот его раздувает. Таким образом подливается масло в огонь межнациональной вражды. А молодежь активно начинает подхватывать эти настроения. В следующем мероприятии, которое будет проводить Свобода, мы будем блокировать и будем очень жестко блокировать. Я думаю, что в этой ситуации милиции придется еще вдвойне сложнее, потому что здесь уже будет открытое противостояние. Возникает вопрос, почему Одесса, многонациональный город, который всегда отличался толерантностью, сегодня превращается в плацдарм для проукраинских и пророссийских националистов. И самое печальное, что все это происходит при содействии государственной власти. Вадим Тютюкин, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Трук». Готовь сани летом, а побережье зимой. Такой принцип, похоже, взяли на вооружение в мэрии. За последние несколько месяцев в Одессе произошел ряд крупных строительных скандалов, связанных с застройкой курортной зоны. В авральном режиме администрация Костусева распродает остатки одесских пляжей. На Думской-1 действительно спешат. Это неудивительно. Ведь с 1 января регистрировать право собственности на недвижимость будет уже не БТИ, а новая структура при Министерстве юстиции УКР-Госреестр. В таких условиях торговать прибрежной землей Костусеву станет куда сложнее. Депутат областного совета Михаил Шмушкович уверен, после Нового года в городе всплывет еще целый ряд земельных скандалов. С 1 января объекты уже регистрировать город не будет. То есть да, технические функции померить за городом остаются пока, а вот регистрация объектов уже городу не... То есть она уходит к областному юстиции. Я думаю, что с этим связано это, думаю, что когда, ну скажем так, начнется весна и когда вспыхнет очередное строительство, которое в такой же померной зоне, мы думаю, столкнемся не с одним таким объектом. Что касается прибрежных скандалов, то только за последнее время подозрительную активность одесситы заметили в трех точках на разных пляжах. Первый эпизод – вырубка деревьев в правом крыле Аркадии. Вслед за дровосеками на участке появились и геодезисты. А пока в мэрии темнят и расследуют незаконный повал деревьев, в коммунальном предприятии побережья журналистам телеканала «Круг» признаются – стройке быть. Что по этому поводу думает громада, нетрудно догадаться. Хоть они по телевизору говорят, что все для народа, вы этого не выбираете, это вы здесь будете руководить, это вы хозяева земли. Какие мы хозяева? Кто для нас сделал хоть награмм какой-то? Ни в социальном положении, ни здесь, нигде для нас ничего не делается, ни дороги, ничего. Все элита, элита и элита. Следующий эпизод – стройка на пляже возле клуба «Портофина». Администрация ночного заведения уверяет, здесь проводились берегоукрепительные работы. Тем не менее, не нужно быть экспертом, чтобы понимать, такое строительство совсем не в интересах горожан. Предприниматель, капиталист, он хочет получить прибыль, это абсолютно нормальное желание. Другое дело, что государство, а в нашем случае город, должно создать условия, когда они не смогут этого сделать в ущерб интересам жителей города. Что бы там ни рассказывала мэрия, что мы тут это не знаем, это не можем, и то есть эти полномочия у нас забрали, это тоже не до конца правда. Для того, чтобы прекратить разбазаривание побережья, необходима политическая воля. Но у Костусева нет ни ее, ни желания сохранить одесситом пляжи. Отличный пример – очередная стройка, на этот раз на Дерибасовской. Корреспонденты телекомпании «Круг» 11 декабря воочию убедились, как в историческом здании ведутся незаконные работы, несмотря на заявления мэрии об их приостановке. Однако вернемся к побережью. И венцу разрушительной деятельности Алексея Костусева. На протяжении всего года телекомпания «Круг» освещала процесс строительства, которое ведется вокруг дельфинария «Немо», одним из собственников которого является депутат-коммунист Андрей Кисловский. Все это время общественность пытались убедить, что на участке проводится благоустройство, и одесситам подарят новую прекрасную набережную. На возмущенных сторожилов пляжа, известного как «Плиты», тогда никто не обратил внимания. Очень не хочется терять это место. Все надеются, что оно все-таки останется частью той старой Одессы. Потому что не все люди любят песок и предпочитают приходить сюда. И это не просто там блажь какая-то там на год, на два. Здесь годами, здесь люди просто проживают свою жизнь. Здесь порой отмечаются и вот в хорошем смысле слова, и события, которые происходят в семьях, и свадьбы, и разводы. И вот 24 декабря в городских СМИ была обнародована информация о том, что набережную вокруг Дельфинария передадут в непосредственную собственность его владельцам. Эту информацию телеканал «Укруг» также подтвердил депутат облсовета Михаил Шмушкович. Теперь хозяева смогут сделать с половиной гектара земли на Лонжероне все что угодно. Константин Гак, Елена Новак, Вячеслав Лоштаба, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Мэрия Костусева вплотную подошла к тому, чтобы повысить проезд в маршрутном такси до 3 гривен 50 копеек. Долгое время это было под вопросом. Но недавно состоялось совещание, где исполняющий обязанности начальника департамента транспорта Павел Стерлядов презентовал экономическое обоснование повышения цен на проезд. Похоже, что акции одесситов против роста стоимости проезда никто не принял во внимание. Чиновники мэрии Костусева решили преподнести горожанам новогодний подарок. Увы, слово «подарок» можно взять в кавычки. Профессионалы Костусева уверены, что проезд в маршрутном такси дешевый. А вот повысить его до 3 гривен 50 копеек в самый раз. Вот только те, кто пользуются маршрутками о нововведении спросить забыли. Или в мэрии считают, что им сладко живется. Да вообще ни на что не обоснованно. Только знают, повышают цену, больше ничего. А никаких условий для жизни нет. Это кошмар, зачем? И молодойник. Будут ехать, наверное, только люди состоятельные, которые в снег не могут выехать на своих машинках. Я не знаю, кто будет ездить. Действительно, по всей видимости, так называемые молодые профессионалы Костусева решили маршрутное такси приравня к VIP-перевозчикам. Впрочем, сами перевозчики уже давно ждут, когда поднимут стоимость проезда. 3,50 это, знаете как, это с таким натягом, что дальше, наверное, чтобы что-то. Это не значит, что если что-то вдруг мы сможем повысить цены, это не значит, что с завтрашнего дня станет все прекрасно. Я думаю, что повышение будет обосновано, потому что для того, чтобы повысились действительно очень серьезные запчасти. Запчасти хотелось бы лучше, чтобы они были лучшего качества. В том, что тарифы в ближайшее время поднимут, нет сомнений. В департаменте транспорта даже готово экономическое обоснование грабежа горожан. К слову, подготовила его компания ООО «ЭкономИнформ». Но есть одна странная деталь. Эта же фирма готовила экономическое обоснование повышения стоимости проезда в 2011 году. Но эксперты утверждают, за последний год себестоимость перевозок не выросла. Ни этот факт, ни акции протеста, которые устраивали одесситы, для горсовета не являются аргументами. И, скорее всего, новый тариф будет утвержден уже на ближайшей сессии городского совета. Вадим Тютюкин, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». В Одессе законы Украины не действуют. Не выполняется даже решение судов. А городская власть и милиция покрывают беззаконие. Пройдя по всем инстанциям в поисках помощи, одесситы обращаются на телевидение. Адрес очередного беззакония – улица Марсельская, 26. Новый хозяин квартиры на первом этаже еще в 2009 году вознамерился перестроить ее под магазин. Перед входом, где сейчас газон и деревья, планируется разместить парковку транспортопокупателей. Это называется облагораживанием территории. Жильцы дома, естественно, против. Тем более, что магазинов в округе хватает. Один из них прямо во дворе. Пока строительство идет внутри квартиры. А чтобы жильцы не мешали, бизнесмен подал в суд. Как ни странно, все суды и в Одессе, и в Киеве он проиграл. Везде им был отгаз. Отказали им. Не разрешили. Струйку магазина не разрешили. Однако, невзирая ни на что, они продолжают самовольно выстраивать. Сами долбят стены и выстраивают магазин. Обещают нам что-то другое. По очереди разбивать эти самые несущие стены. Могут перестраивать. А кто дает сейчас вообще реконструкцию? Переконструировать. Наши дома вправы, наверное. Поэтому мы против. Они там валят уже, бьют все на свете. Один вопрос. Что магазин будет с 8 до 5 работать только? Один только вопрос. Он не будет с 8 до 5 работать. Паянка автомобилей. Это раз. И вот здесь будет пропарковка всех этих под окнами у нас прямо. Прошлое руководство города относилось к таким вещам с пониманием. Чего не скажешь о власти нынешней. В 2009 году тоже я обратилась к Эдуарду Осиповичу. Вот 2009 год. И он направил, а он направил в управление архитектурой города по вопросу недопущения реконструкции. Эдуард Осипович. И они прекратили, понимаете? О Костусе мне, я не знаю. Они, значит, я обращаюсь, обращаюсь я туда, к ним на горячую линию. Они отвечают, потом, значит, дают мне ответы, отписки просто. После очередной стычки со строителями в открытое окно квартиры полетели яйца. Недавно побеленный потолок придется снова ремонтировать. Обращение в Суворовский райотдел милиции кроме обиды ничего не принесло. Доблестным защитникам закона на людей наплевать. Я приехала туда, встретил меня заместитель начальника милиции в пьяном виде. Нанес, сказал, ага, ты Виефимовна, значит, пиши на украинский мовий. На смешки всякие строили, и мне пришлось повернуться и уйти, не писать никакое заявление. Я обратилась на Бебеля с жалобой на неправомерные действия сотрудников милиции. В этот день строители, видимо, праздновали Рождество. Завтра работа возобновится, несмотря на запреты. Получается, беззаконие в Одессе остановить некому. Исполнительная служба суда ничего не исполняет. Чем занимается милиция, можно не говорить. И так все знают. Городская администрация, как всегда, думает только о себе. Если и дальше ничего не изменится, одесситам придется обращаться за помощью к уголовным авторитетам. Ведь законная власть народ не защищает. Александр Виноградов, Руслан Акаев, телекомпания КРУХ. Одессу сейчас терзают две беды. Проблемой, которую могут решить асфальтоукладчики, упорно не хотят заниматься городские власти. Еще летом дорогу на Александровском проспекте коммунальщики превратили в котлован, создав на проезжей части огромные пробки. Подробнее далее в сюжете. Путь Одессита-Наума домой лежит через Александровский проспект. Перейти дорогу теперь мужчине сложно. Городские службы просто сняли асфальт с разметкой пешеходного перехода. Теперь автомобили редко пропускают пешеходов. А когда вернется зебра на свое место, неизвестно. Конкретно ничего еще не видно. То есть это все такое впечатление, если говорят в народе, пыль в глаза. А это просто-напросто разводят круги, делают вид, что они делают дороги. А на самом деле тарабанят бабки и делают между собой. Таким отношением к дорогам в центре города возмущена и работница магазина Татьяна. Клиентов стало меньше, ведь вместо парковки с разметкой теперь просто росы пщебны со строительным мусором. Состояние этой дороги, конечно, ужаснейшее. Клиенты подъехать не могут. Пройти в магазин нереально. А если еще дожди будут, здесь просто будет затоплено все просто. Здесь уже очень давно это разрыли и делать, конечно же, никто не хочет. В Одессе участков со снятым дорожным полотном немало. Причем есть они как в центре города, так и на окраинах. Зимняя погода только ухудшает состояние дорог. И хотелось бы, чтобы проект «Народный бюджет» не оставил без внимания и Александровский проспект. Денис Соколов, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг». Борьба с коррупцией по-прежнему остается наиболее актуальной темой для нашего государства. Но проблема чаще всего заговаривается. А различные мероприятия, посвященные поиску решения вопроса, не вызывают большого ажиотажа. Так произошло и 25 декабря. На тематический круглый стол пришли лишь двое гостей и считанные журналисты. Мероприятие не вызвало большого интереса ни у коллег, ни у политиков, ни у чиновников. Такое отношение к борьбе с коррупцией свидетельствует о том, что само это постыдное явление стало обыденным в общественном сознании. Но не для всех. Общественник Сергей Дубенко предложил ряд действенных инструментов против коррупции. В частности, это касается законодательной базы. Большое количество взяток связано с громадным количеством документов, которые ходят из ведомства в ведомство, и граждане вынуждены их получать. В Грузии от этого избавились одним единственным нормативным документом. Суть его в следующем. Ни одно управление, государственные и коммунальные органы не имеют права требовать от гражданина документ, который они могут получить самостоятельно. Другие рычаги – выявление и общественное давление на коррупционеров, следствием которого должно стать увольнение взяточника. Что же касается коррупционных схем, то для их ликвидации необходима публичность. К примеру, если бы городские власти выкладывали все договора на официальный сайт, то территориальная громада узнала бы очень много нового о расходовании бюджетных средств. Что происходит внутри? Какие договора заключаются? На каких условиях? Какие себестоимости работ? Кто является подрядчиками их выполнения? Какие тендеры? Это вся информация закрыта. А о чем мы говорим? Если даже на заседание городского совета попасть просто смертно не имеет возможности, более того, не пускают уже даже народных депутатов. Чем сильнее давление на власть, тем чаще она слышит громаду. Одесситы хорошо помнят, как средства массовой информации, включая нашу телекомпанию. Подняли ажиотаж вокруг пяти соток в Отраде, подаренных городскими властями подставным лицам. Скандал дошел до президента, а землю пришлось вернуть. Ведь когда власть боится, тогда она эффективнее служит интересам своих избирателей и меньше ворует. Константин Гречаный, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Во всеукраинском центре болгарской культуры прошел традиционный конкурс «Человек года». В 13 номинациях представлены деятели культуры, искусства, образования и других сфер, сделавшие весомый вклад в развитие болгарской культуры в уходящем году. На награждении «Человек года-2012» в Болгарском культурном центре певцы, руководители танцевальных коллективов, люди искусства. Не обходится это ежегодное мероприятие и без представителей научного мира, которые также участвуют в номинации. Мои интересы научные связаны с историей болгарского возрождения, болгаро-молдавско-украинских связей, а также третья проблема – это бессарабские болгары. Вот я как-то в комплексе этими проблемами занимаюсь. Мероприятие проходит ежегодно на протяжении 11 лет. За это время почетное звание «Человек года» получило 154 человека. Конкурс традиционно организовывается Ассоциацией Болгар Украины. «Я возглавляю организацию, которая, собственно говоря, является главным организатором, хотя там работает конкурсная комиссия, и считаю, что главная цель у нас – видеть и знать не только нам, а всем знать тех людей, которые вкладывают неевомерно много для возрождения нашего государства, своего родного края». Совсем недавно Антон Кесе во второй раз принял присягу на верность народу Украины. Народный депутат поделился не только эмоциями от мероприятия, но и своим мнением о разногласиях, существующих в Верховной Раде, и своими личными планами в качестве парламентария. «Политические пиар-противостояния с обоих сторон, отдельными, скажем так, нашими коллегами, в общем-то, должно как-то быть умереннее. Мы должны быть конструктивны, мы должны подходить к решению каждого вопроса только с точки зрения решения вопроса, что это даст конкретному человеку». Что касается деятельности Ассоциации Болгар-Украины, то в будущем, в 2013 году, планируется выпустить книгу «Многонациональная Одессина». Также в Одессе пройдет Всеукраинский собор Болгар и ряд других мероприятий. По словам Антона Кесе, многие из них должны стать приятным сюрпризом для болгарской диаспоры. Последователи христианских конфессий западного обряда отмечают Рождество Христово. Праздничный вечер состоялся и в Одесской кирхе, кафедральном соборе Святого Павла Немецкой Евангелической Лютеранской Церкви Украины. Рождество Христово Рождество Христово – таинство среди церковных праздников, непознаваемое сошествие Божественного Духа для спасения живущих. Торжество тихое, домашнее, далекое от жутких страстей христианского мученичества. Здесь все добро, свет и надежда. Что-то новое, обновление жизни, обновление мира, вера в светлое будущее, что-то такое, праздник, светлый праздник. Я ощущаю, что это великолепный праздник, самый большой, что в мире может быть. Для меня это так. Для нас, как освобождение, то, что мы празднуем, это нам всегда напоминание о том, что явился вот этот грешный мир, сам Бог, пришедший во плоти, и сам спас нас от смерти, смерти вечной. И Он пришел в этот мир, чтобы спасти нас. И я очень благодарна за то, что Он есть в нашей жизни, в наших сердцах. И для меня это очень важный день, теплый, знаменательный. И Он мне дарит спокойствие. Протестантская традиция празднования Рождества, как и все лютеранское учение, более демократична в сравнении с католической или православной. В ней нет непреодолимого барьера между церковью и верующими. Все члены общины – равные участники совместного духовного действия. Добрая сказка для детей – взрослым рождественский праздник дает утраченное в повседневности ощущение иного мира. Он очищает душу каждого, призывая жить в гармонии с Высшим. Рождество Христово для души верующего человека – это прежде всего новое начало. Новое начало, источником которого является любовь Божия. Бог приходит в этот мир в образе маленького ребенка, дарует нам себя самого, не имея при этом ни страха, ни сомнения, что мы правильно примем этот подарок. С Иисусом Христом можно все начать снова. Человек, далекий от религии, может воспринимать рождественские праздники как театральную постановку. Пусть так, ведь театр – тоже храм, где служат культу добра. Каждый идет к нему своим путем. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». И на сегодня у нас все. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важным и интересным сообщайте в редакцию по номеру 34-00-76. Всего наилучшего и до встречи в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стиль ведущий от магазина деловой одежды S&K. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова